Мы продолжаем наш урок до самого начала, глава шестая, часть третья. В прошлый урок мы занимались вопросом о том, что когда животная душа воспользуется с ее одеянием, речь, мысли из детства, она тянет нас, нас это означает себя и человек, ниже, куда ниже, еще больше и глубже в клепот. На какого уровня в клепот, я обещал, что мы будем заниматься в этом главе, следующей и восьмой. Но прежде всего надо понять, в каких поступках мы должны относить их к клепот, а в каких поступках мы должны и можем относить их к положительной стороне, к Богу. Для того, чтобы мы начнем это понять, давай начнем обсудить. Если я голодный, я кушаю, я делаю что-то плохого? Нет, это хорошо. Если я кушаю, я пишу, все очень хорошо. А если я произносил благословление и до еда, и после еда, я все правильно делал? То есть, получается, что если я кушаю, я вроде бы со стороны Всевышнего, мне все хорошо. И если я только кушал, не кошерное, я пишу, и не произнес благословление до и после, то тогда могут меня обвинить в чем-то непростойном. Хорошо? Ребе дает определение другая. Теперь мы будем ее читать. Страница 63 на русский язык перевод. Какие именно поступки в дело, или в речь, или в мысли, которые можем перечислить к стороне клепот? Царь Соломон, это выражение, мы должны давать честь Царь Соломон, он говорит в книге Кухелет, «Ничего нового под солнцем». То есть, если простой комментарий, что было, то и будет. Ничего нового сотворения, никакого нового поведения, ничего нового сотворения мира не появляется. Все, что было, то и есть. Что не было, то и не будет. Воспользоваться этих выражений антребе и объясняется, что принадлежит клепот, все, что пад солнцем. То есть, все. Все. Все принадлежит клепот. И так написано в книге Зоар, в главе Бешалах, «Что все, что есть под солнцем, все, что вокруг нас и нас в том числе, они, все это, да, «Твиру де рухо», они ломают наш дух. Он продолжает. И так, все, что происходит, и все, что происходит, также все речи, и все, что происходит, и любые мысли, ошер лой ла-шем эймо, которые не принадлежат к всевишнему, и лирцойной, и лавейдосой, не только ему, а по его желания, и служба для него. Все это принадлежит клепот, что это, поэтому, називаются, и негдав, каббалят, називаются клепот, пирож, лошейн, ситро ахро, они, негдав, називаются, ситро ахро, в другой стороне. В чем разница, если я, називаю клепот, во имя клепот, или я называю клепот во имя другой стороны, клепот выражает отрицательный характер. Они, шкуру, они поверхностные, они материальные, они смотрят на все на поверхность. Это плохой чертах. Другой стороной, это неплохая чертах. Он просто другой. Есть я, есть другой. Это значит, он плохой. И поэтому, иногда в каббала, когда они хотят сказать, что это не отрицательно, это не всевышно. Это другая сторона. Есть всевышный, и принадлежавший ему, а есть другая сторона, цадаха, и все, что мы встречаем в нашем мире, это не всевышно, это ситрааха, это клепот. Но тогда надо точно ставить границу, где находится Бог, где находится все, принадлежавшее ему, и где начинается другая сторона. А что такое сторона к душа, богом и принадлежавший ему, для того, чтобы принадлежать к душам, или божественности, или богам, для этого должны быть условия. Где всевышный соединяется. Ну-ка, хорошо. А почему мы не говорим, что может быть, это хлеб наше, когда мы голодные, там есть всевышный? И вроде бы там мы говорили, мы объясняли, что везде есть всевышный. Почему хлеб не хорошо? Почему говядина не хорошо? Почему она принадлежит клепот, и не всевышный? Не всевышный. Говорит Ребе, вот, я вам дам, еще одно определение. Ваэйна, Кадош вууху шоире, и всевышный не соединяется, то есть чувствуется, волопсевышный в него, элло, только, алдовор, шеботел, эцлой, и сборок, только в виш, который чувствуется, что он подвола всевышнего. Мы вернемся ко всем условиям, я хочу чуть-чуть продолжать, а потом вернемся ко всем. Но я хочу понять, определить, когда я смотрю на хлеб, я вижу Бога? Нет, не вижу. Значит, не всевышный. Когда я смотрю на стейк, я вижу всевышный? Нет, нет, не всевышный. Когда я смотрю на тфилин, я вижу всевышный? Да? Значит, тфилин хороший. Очень просто. Все, что есть, бетуль, то есть, поклонение перед всевышнему, в чем тфилин видно всевышнему? Вот они коробки, как всевышный хотел. Видно, что это делано для него. А говядина так не выглядит. Не выглядит. Значит, не то. То есть, должно быть, я вернусь ко всем, я помню, я понимаю, что это очень непонятно. Я хочу поставить первое, прежде всего, вот, правило игры, да? То есть, где видно всевышнему, там, и он есть. Где его не видно, там его нет. Когда ты видишь, видишь тфилин, и ты понимаешь, что они сделаны по галхи, значит, они принадлежат ему. Когда ты видишь паргамент, который на него написан святок Тору, это выражает желание всевышней, ему его есть. Когда ты это не видишь, там его нет. И он продолжает. Бателет слой юзборех, оно, этого виш должен поклоняться ему. Битуль быть перед всевышнему. Какие виды битуль? Бен бефой алмамеш, иногда есть такое выражение, поклонение перед всевышнему, битуль. де-факто, то есть, оно активно сейчас, у кого есть активность сейчас, такое поклонение, у ангелов такого есть. Ангели ничего не делают не ради всевышнему. Они живут ради этого. вот у них это видно. Есть, это существующий активно, постоянно. Второй виш, который есть постоянно, несмотря, что он не активно. Бен бефой ах, у него есть такая возможность, как каждого еврея, живущего на земле, то есть, такой, как мы, не душа евреев, вверх, а еврей здесь, соединен с тела, с телесной жизнью. И, несмотря, что это еврей, иногда ведет себя не по закону, не по Галахим, не по Тору, тем не менее, он святой, даже тогда. Почему? Шебекой хуэллио из-боталмамэш, легабе акадошь, ברуху, у него есть потенциал, в любое время, которое это будет, надо, виражать поклон перед всевышнему. Бемесираснавш, душа зашем, когда ему дадут вибар, отричат своего евреистова, или умереть, большинство евреев будут выбирать смерть и не отрицать своих еврейства, и в этом выражается, что в каждую секунду любого еврея, принадлежавшего всевышнему. Вот, этих условий, которые есть. Теперь вернемся обратно. Теперь я готов слушать вопрос. как мы, когда смотрим на элит, как мы можем видеть всевышнего? Его видел только Моше и первосвященник, емки, все. Хорошо, давай разберемся с самого начала. Желательно. Когда мы говорим о нашего мира, мира сия, не просто мира сия, физически мира сия, материальный мира сия, в нашем мире такому настрою не видно вообще духовности. Вообще. Для того, что увидит духовность, должна быть происходить желание, специальное желание творцу. И это выражается в двух способах. Первый, чудо. Чудо, нарушает законы природы. Как открытое Красное море. Дарование Тора. Какие чудо. Как происходящее в Бурим или Хануко. Или Илья в горе Кармель. То есть это такие вещи, которые человек, даже очень холодный человек, увидишь их, скажет, все, понял. Не зря современные, многосовременные физики, которые занимаются глубокой физикой, квантами и так далее, много из них верующих. Я не говорю религиозных, верующих. причина, как говорил это реально Эйнштейн, это был известный спор среди очень великих ученых, он говорит, совершенно не играть в кубиках, в домино. Это невозможно. То есть вот это порядок, который происходит в мире, почему он это видит? потому что он раскрывает мир выше, чем видимо. Мы живем в том, что видим, того и нас становится естественно. Не видим, неестественно. Что делает физик? Он пытается смотреть глубже, чем видно. И поэтому у него есть разрушение всего восприятия нашего мира. Второй способ увидеть Бога через праведника. Когда ты видишь праведника, когда ты видишь его и приближаешься к нему, происходит невероятная ситуация, это называется в Хасидут, когда ты приближаешься с свечу рядом с факелом, огня побольше, притягивает к себе огня поменьше. И когда ты приближаешься к праведник, начинается у тебя гореть внутри желание соединиться. И особенно, когда этого праведника выражает своего мира к тебе, ты начинаешь чувствовать его мир. Поэтому написано в Хасидут, что есть два способа, по которым Всевышний выразил себя и разрушил вот этого иллюзия, что наш мир, он такой сильный, всемогучий, истинный, через через двух вишей, через чудеса, которые иногда он сеял, или праведники, когда он сеял их среди людей. Так написано. А так Всевышний не хочет, что будет разрушение и условия жизни мира. Почему? Свободный мир. Несмотря, что мир кажется нам такой сильный, всемогучий, истинный, мы должны себе воспитывать, что это не так. Поэтому наш мир изначально принадлежит кому? Клепот. Где-то принадлежит клепот в той секунду, по которой мы не смотрим на него и не видим Творцу в него. Вот эта наглость смотреть на мир и не видеть Творцу внутри мира, вот эта наглость, вот эта самой ситуация, эта причина, по которой он вот так выглядит, это клепот. То есть это мы видим на духовном уровне. Мы видим вот того, что мы видим сейчас. Что мы видим? Ничего нет. Мы видим материал. Мы слепые, слепые. Видим? Мы видим мир, мы видим висы, которые не вопрос, что мы верим в Всевышний. Они не кричат нам, есть Творцу. Наоборот, мы должны постоянно усиловать собой, говорить, нет, есть Творцу. То есть не обратно. Есть Творцу, поэтому мы видим стул. Мы видим стул. Мы говорим, да, мы видим стул, несмотря что это стул было производ где-то по Днепру, допустим, и тем не менее это сотворил Всевышний. Окей. То есть вот это чувство, самый факт, который говорит нам мир, я есть, и не говорит, Творцу есть. Это это самой принадлежавшей Клипоте. Вот это самой корень всего. Поэтому когда мы говорим в нашем мире, в нашем мире, что у нас принадлежит Всевышнему, принадлежит Всевышнему принадлежит Всевышнему в открытую, не в скрытую, в открытую. Тот, который поклонил голову перед Него. А что поклонил голову перед Него? Камни, которые построили этого здания, как будто бы приняли на себе груз защищать интересов Всевышнего в кривом роге. Они сильны Богу. Они собирают за собой синагогу. Синагога это какое сооружение? Сооружение для службы Всевышнего. Как будто бы этого здания становилось свет Всевышнего. Как будто. Не так, но как будто. Тфелин. Что тфелин выражаются? Не как будто, а заповедь Всевышнего. Желание Всевышнего. Поэтому когда я взял от корова ее шкуру, обрабатывал ее и перевратил ее по условию Аллаха. Как должно выглядеть фелин, они как будто бы кричат есть Всевышнего. Почему? Потому что они поклонились к нему. Они шли по его пути. Как он просил, так они выглядят. Они выражают его. Когда мы взяли свиток Тору и записывали его на свиток паргамент и писали на него не глупости, а слова Всевышнего, которые написаны в Тору, как будто бы пером, который воспользовались, материал, который пролили в слова и кожа, которую на него написали, они как будто бы кричат мы принадлежим теперь Творцу. Поэтому они и есть святые. В отличие, допустим, от камней, которые в Сына Богу. Если отваливается какой-то камень в Сына Богу, нельзя его поцеловать. Он не святой, а святок кто? Да? То есть камень, который с ним строили синагогу, он позволяет этого здания стоить в Соне больше. То есть есть в этом тоже уровне. В чем разница между все, что мы говорили и ангел, который не здесь, который в других духовных мировах? А в чем разница? Ангел у него нет другой, кроме службы Всевышнего. Поэтому мы говорим, что ангели святые, в чем святые? Они оторваны от других сотворений, в чем что они полностью принадлежащие только Всевышнего. У них нет других целей. Других сотворений есть других целей. У них только один цель Всевышний. Хорошо. также евреи мы созданы для чего? Мы понятны Всевышнему миссия 613 заповедей это мир. Когда мы, дай Бог, мы нарушаем, мы приносим большой травмой миру. Мы в ответ ко всем. К неевреям тоже. Когда мы выполняем просьбу Всевышнему заповеди, мы приносим свет в мир. Поэтому мы в ответ к этому. Это не преимущество, это ответственность. Но есть у нас одно преимущество. Для того, что мы будем выполнять эту миссию, нам дали святая душа, определенная душа. Эта определенная душа не может отрицать своего ибрызма. Принадлеживая к Всевышнему не может, она не может. И поскольку что она потенциал не может, поэтому евреи, даже соединявшие с телесной жизнью, продолжают быть святой. Не святой в план, что он правильный, неправильный, он иногда и грешный, но в него есть зерне, которое не может отречься в святой. Это потенциал. Но поэтому он святой. Теперь будем понять. поэтому продолжает ребе, и поэтому он сказал И поэтому, поскольку у евреев потенциал, есть принадлежность ко Всевышнему, поэтому когда это евреи запирается у себя дома, открывает святые книги и учит и занимается учением Тору, на нем написано, что есть с ним и в него шхина. Шхина это той силы святости ко Всевышнему, которая появляется в нашем мире. Поэтому даже одного еврея, который сидит у себя дома и занимается учением Тору, шхина с ним, Богом с ним. Почему? Потому что он тогда выражает свою принадлежность ко Всевышнему. Он это показывает, он это показывает наружу, поэтому он принадлежит к Всевышнему. И даже десять евреев, собравшись на пир, бухаются и делают всяких глупостей. Но они десять, миньян, с ним находится шхина. Отсюда мы понимаем, какая ответственность ложится на нас, когда мы собираемся, десяти человек, не вести себя как глупость. Потому что с нами находится тогда шхина. Какое страдание, она страдает в всяких чушь, которые мы носим в это время. Особенно если ведем себя неприлично. Но все, что не кланяется, не подчиняется перед Всевышнему, а не только что-то, что он не подчиняется перед Всевышнему. Но он выжид, а Дилайушей, в Адилней. Ат фсевышнему. Аноин макабэль хайос макдошосы, шана Кадош Буху. Ония жевлон, ацветой фсевышнему. Мебхинас пневмис, акддушу, атвну треничас фсевышнему. Он маусу, мацмусу, бахвейди, бахвейди. А как он получает свой долгую жизнь, отзади стороне, которые спускаются в השтолшелут ступенек по ступенек, много десятков тысяч ступенек по ступенек по ступенек по ступенек по ступенек, оменьшение за оменьшение, отзади стороне, пока он не будет входить в беженец, то есть, когда мы говорим, а душа евреев, нам известно уже, откуда она приходится, самой Всевышней. Когда мы говорим о святок Тору, мы понимаем, что там есть святый Всевышний. Когда мы говорим о все остальное, как может быть такое, что природа не будет выражать себе Творцу? Это же аллогично. Объясню. Когда я вижу, что вентилятор крутится, меня спрашивает источник питания, что я делаю. Смотрю, где кадр. Мне понятно, что без питания это не может быть. Если я не нашел кадр, я поищу батарейку. Если я не найду батарейку, я поищу какой-то солнечной батареи. Что-нибудь. Источник питания. А так, вентилятор, который крутится, исключено. Невозможно. Тем не менее, мы ходим на Земле, который только ходит на ней. Это целый ряд цепочных условий. Гравитация, плоскость. Это много. Много только ходить утром на Земле, для того, чтобы мы будем просто ходить, там так много условий. И нам не кажется, что мы должны благодарить кого-то, искать источник питания ко всему этому. Нам так не кажется. Почему так не кажется? Вот это причина, что есть клепот. Что клепот делают? У них есть такая черта характер, невероятное чувство, что я есть. И я хочу. Представитель клепот на Земле был один известный нееврей на имя Бил-Ам. Бил-Ам, пророк Бил-Ам, выражал в себе, включал в себе, как они вообще думают. Он, как написано, «Ейдея даст Элье». Он знал Бога. Он понимал в божественность. Этот человек был советник фараона. И когда фараон советовал, как гнобить народа Израила, там были три советника. Вил-Ам и Йов и Тро. И Тро спротивлялся, говорил, что этот так нельзя. И был уволен, и он сбежал. написано, написано, что Йов промолчал. Он был богобоясненный человек, промолчал. Поэтому был наказан. И Вил-Ам очень сильно поддерживал. почему? Он же был пророком. Почему? Он же понимал, что все просто взад народ. Ставьте евреев. Взад народ и издеваться над него, это неприлично. Зачем так? Он же знает, творцу, он должен доложить жизни людей. Почему ему это было все равно? и все равно. Когда к нему пришли послания от Балак, он уже знает, что этот народ, которого он гнобил, вышли чудеса из Египта. У них уже было открыто Красное море, и у них уже было там дарование Тору. И все равно ему хочется почему? Дурак, не видишь, что происходит. Все равно хочет. Но ладно, мы привыкли, что к нам относятся нелогично. Написано, что в Вилам, у него было два слабости, сильные слабости. он очень любил честь, поручить честь. И он очень любил деньги. Но ты пророк. Ты же понимаешь, что стоимость вот этих вещами по отношению с божественность, это вообще ничто. И тем не менее, он очень это хочет. И каждый раз, когда он приходит к Балак, он ему напоминает, что неважно, если у меня получается проклинать, никаких денег тебе не откупится. Ты будешь должен мне очень много. И никакого честа, какие-то рядовые министры, а ты должен поблагодарить меня. Он постоянно его напоминает это. Но ты пророк, ты же знаешь, что это глупо. Это вообще глупо. И видимо, он не был молодой человек уже. Если он 40 лет тому назад, плюс несколько лет, какое несколько лет, 200 лет еще до того, советовал фараон, ему сколько лет было. Ему еще этого старик еще хочет деньги и честь. Что еще? И тем не менее, и когда не получается, он дает совет, как гнобить еще чуть-чуть игре. Почему так и есть в клепоте? Это такой вид ангели сотворения Всевышнего, который Всевышний сотворил так, что у них будет такая ненормальная характера. Знать Богом, но считать себя отдельно. Понимать силу Всевышнему, но хотеть выше против него. Об этом мы говорили уже давно, и напомню вам еще раз. В книге Зоар есть об этом притча, которая дает объяснение, что когда король был назначен новой, он принял решение, что любой убийце надо наказать смертной казни. И к нему пришли его министры спустя несколько времени и рассказали, что ловили убийца. Просыл королу его оставить в живых и позвать его к себе. Когда он встречал его, он говорил, я тебе назначаю ответственность, ответственный человек как казнь. Спрашивают его, что ты делаешь? Он говорит, мне нужен негодяй, который способен это делаться. Вот нашли, вот есть негодяя. То есть отношение королом к этого убийца хорошее. Он получит зарплату? Да, получит. Вполне получит. что он будет доволен и будет не убегать. С гарантией, что его никто не коснется. Почему его хотят убить других? Наказывать других? Мне нужно садистов. Для того, что мир выглядит как мы, нельзя это делать сангель Михаэль или Гавриэль. Они хорошие, они служители Всевышнему. Надо сотворить такие твари, которые все понимают и все равно хотят по-другому. Самый сложный вопрос, как у них это получается? То есть они все получают от Всевышнего и они дальше идут против него. как вот это чудо, реально чудо творцу, что он мог сотворить такие твари, которые идут против него, против его желания. Против его желания. Так остается у нас только один вопрос. Все, что Всевышнено сотворено, в любое сотворение есть частичка Бога, которая дает ему жизнь. Как эта частичка Бога оживляет клепот и они дальше продолжают быть клепот, как это может быть? Эта частичка Бога должна спротивляться, как только она попадает к ним. Поняли вопрос? Это абсурд. Говорить написано в Каббале, что их обеспечение первое идет от очень высока, где все равно. Поэтому мы называли их силы трон. Трон это над головой. И он круглый, ни начало, ни конец. где находится разница между клепот и святость в этом мире. В той часть божественности, которая ближе к нам. А для самой Творец той и другой одинаковы. То есть первое это получено от их силы получается от очень высоко. Во-вторых, он как будто теряется много, 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 много ступенек, много изменений по пути, и все равно той частичка Богом, которая так сильно уснижена и так сильно маленькая становится, все равно чувствуется внутри них, как в беженстве. Как беженец. Есть такое даже выражение в Каббала, что она сама перевращается быть част от них. Типа предатель такой. Част предатель. Это тема, которая называется в Каббала Сод Голосашхина. Секрет беженства. Потому что до конца не способен человек на этой земле понять, как все вишне это делают. Невероятно. И тем не менее они такие. Аминь.